Толстянка обладает уникальными лечебными свойствами, слышали? На ее основе делается очень много разных рецептов, более чем от 20 болезней, и при воспалениях десен, рта и при боли в зубах медики и целители советуют использовать эти свойства красулы по простому рецепту. Берем один свежий лист толстянки, тщательно промываем его под проточной водой и разжевываем в течение нескольких минут, не глотая. Процедуру необходимо повторять трижды в сутки, но нужно быть очень внимательным, чтобы не глотнуть свою слюну соком красулы. Целебные свойства растения бесспорны, но если выпить чистый сок этого растения, можно схлопотать отравлением, так как в его составе содержится мышьяк. Сок красулы применяется точно так же, как и сок алоэ. Из листиков выжимаются соки. Если дома красула не растет, вы можете взять пару листиков у близких, поместить их в холодильник, обернув в бумагу, чтобы сохранить все полезные свойства. Перед применением листа его надо тщательно промыть, высушить с помощью бумажного полотенца, порезать или мелко нарезать ножом из керамики. Также вы можете раздавить лист в ступке с помощью деревянной толокушки, после чего отжать сок из полученной массы. Металлические предметы использовать нельзя, так как металл вступает в окислительные процессы с соком толстянки, и тот теряет все целебные свойства. А если вы хотите заготовить сок и полоскать им ротовую полость в разведенном виде с водой, вам надо порезать или натереть листья, отжать жидкость через ткань и вылить сок в бутылку. Тару нужно поставить в холодильник на пару дней, после чего перемешать, отстоять гущу еще разок, процедить в новую тару.